В Екатеринбурге во время пожара в частном доме на улице Самолетной погибла женщина, супруга хозяина этого дома. По прибытию к месту вызова первого подразделения было установлено, что открытым пламенем горит половина частного жилого дома на двух хозяев динозурной постройки. Общая площадь пожара составляла 150 квадратных метров. Создувать угрозы распространения огня на соседней постройке, а также на вторую половину дома. На место происшествия прибыли 5 единиц специальной техники, 18 пожарных, медики, электрики, служба газа. Соседка погорельцев Нина Сычева, как это свойственно большинству пожилых женщин, случившимся винила самих пострадавших. Дескать, сколько раз я им говорила, чтоб не жарили шашлыки на таком ветру. Выскочила из дома, смотрю, уже наш забор между нами горит. Ну ладно, у меня вода под рукой. Я на забор-то поплескала, сколько могла поплескала. Еще много-то таскать не могу до меня еще. Затрясло все и... Сообщение о пожаре поступило диспетчеру МЧС в 12.20 по полудню. Во время возгорания в доме находились двое. 46-летний Станислав, его бывшая жена Елена. Какое-то время назад Елена ушла от Станислава, забрав детей, но месяц-полтора назад вернулась. Пьяница, тунеядец, вот кто. Пьяница, тунеядец. Всю жизнь прожил на шее мамы. Мама умерла. Этот сожитель у ней был. Сожитель, да. Мама, содержали его. Мама умерла, значит, он на шею жены сел. Жена-то уходила от него. И вот недавно совсем к нему обратно вернулась за своей смертью. Как сообщают журналисты ночных новостей, хозяину дома Станиславу удалось выбраться из огненной ловушки. При этом он получил ожоги дыхательных путей и 40% поверхности тела. С места происшествия он был доставлен в ожоговый центр 40-й больницы. Его супругу спасти не удалось. Помимо дома и надворных построек, в огне пострадал автомобиль Рено Сандера. Причину возгорания установят эксперты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова